Всем привет, друзья мои! Сегодня у нас очередное видео разбора моих покупок и находок в наших благотворительных магазинах. Всем, кто у меня впервые, я живу в Канаде, покупаю украшения в благотворительных магазинах, показываю с ценами, цены в канадских долларах. И на моем канале не только украшения, на моем канале видео про магазины, обзоры, примерки, в общем, болталки, все-все-все, что мы девочки любим, все найдут на моем канале для себя что-то интересное. Давайте я вам быстро покажу, быстро-быстро то, что мы сегодня будем смотреть. Я думаю, что некоторые вещи вы узнаете, потому что я ходила в этот магазин, при вас же все снимала, все, что я нахожу, все, что я кладу себе в тележку. И давайте начнем смотреть, начнем, наверное, с самого, ну, как всегда, я начинаю с самого малоценного, так скажем. Так, первый браслет. Я насчет того, что малоценный он или нет, честно говоря, не знаю. Оценили его в 4 доллара всего лишь. Давайте попробуем снять, как они все это клеят, леют безобразнейшим образом, что это очень-очень... Ну, вот как раз это сошло легко. Я не знаю насчет его ценности великой, но, честно говоря, мне тоже показалось, что это какой-то коралл, какой-то натуральный материал. Может быть, не коралл, но что-то натуральное. Мне девочки написали, что похоже на коралл, вот тогда, когда я его рассматривала в магазине. Я не очень люблю вот эти браслеты на резиночках, они как-то растягиваются, они иногда рассыпаются, эта резинка рвется, они не очень хорошо себя ведут иногда. Но вот этот мне захотелось, во-первых, потому что у него была хорошая цена. Нет, это во-вторых, во-первых, потому что он мне понравился. Материал холодный, то есть подозреваю, что... Ну, легкий, но подозреваю, что это все-таки не пластик. Уж очень он, уж очень... Здесь какой-то скол, нет, просто... Уж очень он похож на что-то настоящее. На руке смотрится прекрасно. Да, во-первых, он мне понравился, во-вторых, я подумала, что это прекрасное украшение на лето. И в среднем он стоил всего 3 доллара, и я подумала, пусть будет. Хотя обычно я вот эти браслеты на резинках не покупаю, но я уверена, что буду его носить при великим удовольствии, потому что на лето это просто супер-пупер. Посмотрите, какой он красивенный. Так, давайте посмотрим вот на эту брошь. 5 долларов ее оценили. 5 долларов. Ну что, маркировок нету. Не знаю, вот застежка у нее очень странным таким вот крючком. И как-то она так... Я не думаю, что это какой-то современный Китай, если честно. Может быть, я ошибаюсь. Не выглядит она как современный Китай. Как вообще брошь современная, если честно. Вот эта сеточка, фасон. Вот это как-то сейчас такое не делают. Может быть, и делают, не знаю. Красивая штука золотого тона. Вот очень красивая вот эта... Я не знаю, это грязь или сход покрытия здесь. Очень красивая вот эта вот сетка. Приятно сделана. Мне кажется, что она не совсем современная. Хотя вот замочек меня как-то смущает. Прямо такая булавка-булавка. И вот как-то все это здесь такая ляповато налеплено. Странная-странная конструкция. Пишите мне, девочки, что вы думаете по этому поводу. Какие ваши мысли. По-любому она симпатичная. Следующая брошь. У нас сегодня, кстати, много брошей. Тоже безымянная. Все у нас сегодня безымянное. Нет, почти все безымянное. Нет, не все безымянное. Но много чего безымянного. Теперь вот эта брошь, скорее всего, наверное, современная. Но учитывая ее качество. Хотя, вы знаете, вот игла такая длинная. Сейчас я вам покажу. Стоила 6 долларов. Тоже как-то ее дорого оценили. Сделана она очень-очень хорошо. Очень качественно. Посмотрите, какая красивая брошировка. Как красиво закреплена эта жемчужина. Даже похоже, может, на натуральный жемчуг. Присвут впечатление, как будто... Но я не уверена в тут. Вот уж я совсем не понимаю в этом ничего. Красивая брошь. Сзади она вот таким вот образом... Сделана. Вы знаете, она, может, и не такая уж современная. Потому что вот в центре вот эта вот... Как бы... Такая как-то заклепка, или, мне кажется, говорит о том, что она не совсем на вяк, на вадил. Иголка длинная. Видите, выступает за пределы застежки. Это тоже о многом говорит. Возможно, 70-80-й год. Очень красивая брошь. Бесподобная брошировка. И очень-очень красивая жемчужина. Мне она очень нравится. 6 долларов ее оценили. Я думаю, что они тоже почему-то решили, что она не совсем уж такая простая. Да, но мне тоже кажется, что она не совсем уж простая. Много броши у нас сегодня. Следующая брошь оценена всего в 4 доллара. Элегантный, красивый, тонкий лист. Или перышко. Я всегда путаю. Лично говорю лист. А на самом деле, это, оказывается, перышко. Вот это, мне кажется, да, винтаж. Потому что игла толстая такая. Давайте поищем маркировки. Ну, я уже искала, если честно. Здесь что-то есть? Нет. Просто не удивлюсь, если это будет какой-нибудь кора, у которых вечно маркировки плохо прописаны. Я не пойму, это что-то написано на ней? Или это просто какая-то брошировка? Нет, я думаю, что просто маркировка, потому что она вся вот в таких каких-то типа значках. Длинная игла, толстая. Вот такая вот брошь в серебряном тоне. Я сначала думала, что здесь что-то потеряно, но потом поняла, что нет. Это, видимо, так и задумано. Потому что, как бы, она перекрывается вот этой вот частью. Поэтому здесь, по идее, ничего не должно быть. Очень интересная брошь. Необычная. Я таких редко встречала. Красивые вот эти вот черные кристаллики блестят, переливаются. Все на месте. Ничего не потеряла я по дороге. Красивая брошь. Интересная, очень элегантная, тонкая такая. И, как бы, ну, благородная такая, знаете, благородная. Так, это брошь Яблочко. Всего лишь за 3 доллара ее выставили в магазине. Ну, она, я не могу сказать, что она какая-то сильно ценная. Хотя я думаю, что вот она-то как раз винтажная. Не знаю в чем, ну, мне нравятся такие всякие фрукты. Она забавная, прикольная. Почему я думаю, что она винтажная? Посмотрите, как у нее сделана обратная сторона. Вот застежка такая на заклепке. Это обычно признак возрастных брошей. Тоже думаю, что это к 70-м она относится. В 80-м, может быть, маркировок вроде тут что-то есть. Нет, ничего нету. Ничего не нашла. Я таких брошей очень-очень много в интернете. Всяких разных. Из чего же она сделана? Металлическая. Я почему-то думала, что она из пластика. Нет, она металлическая. В прекрасном состоянии. Такая миленькая-миленькая маленькая брошечка. Яблочко всегда в тему. Очень-очень милая. Красивые цвета. Красный, зеленый. В общем, милашка. Вот такой зажим для шарфа я тоже нашла. Его 5 долларов он стоил. Я обычно их не покупаю. Несмотря на то, что они бывают очень красивые. Ну вот в последнем своем заходе я тоже купила, потому что он был очень красивый. Почему? Потому что я их не ношу. Я вообще как-то платки шарфа не очень ношу. Но это было маркированное. Маркировка стоит Western Germany. Я даже, честно говоря, не знаю, как их надевать. В каком виде, простите, в каком виде их носить. Как это... Значит, вместо того, чтобы, видимо, платок завязывать, его просто можно так, наверное, перекрестить и закрепить вот этой вот... Наверное, может быть, концы сюда пропустить и закрепить. Вообще, надо попробовать. Может быть, это не такая плохая идея. Может быть, даже не шарф, а вот у меня есть несколько платьев и блузок с таким бантом. Вообще банты не очень люблю. А если закрепить их вот этой вот такой штукой, то, может, это будет даже неплохо. Красивая вещь. Тонко сделана. Много, видите, трех триди такая, я бы сказала, потому что она, видите, листья эти у нее многослойная такая брошь. Ой, брошь. Зажим. Да, шарфа. Ну, покупаю, повторюсь, их очень редко, потому что почти что не ношу. Может быть, надо начать. Пора. Пора бы и начать. Следующая брошь – это вот такой вот металлический цветок. Металлический. Металлический цветок из, я думаю, 70-х, 60-х. Обычно эти броши из тех времен. Очень были в моде в те времена. Купила за 4, вот, цена 4 доллара. Я их всегда покупаю, я их обожаю. Мне они очень нравятся, я их очень люблю. Почему-то они всегда такие яркие, такие нарядные, броские, такие прям весенние, летние. В общем, супер. Здесь какие-то вот или не докрасили, или краска сошла. Я думаю, что не докрасили в некоторых местах. Но застежка абсолютно точно, 100% застежка плечики. Поэтому вот такая застежка была не позже 70-х, наверное. Вернее, не раньше, не моложе, чем 70-е, мне кажется. В 80-х уже не делали такие застежки. Ну, посмотрите, какая прелесть. У него так еще здесь сделаны вот эти тычинки-пестики. Некоторые они немножко с краской, вроде с них сошла, или они немножко отломаны. Но их можно просто закрасить даже вот каким-то таким фломастером такого цвета. Все будет прекрасно, замечательно. А если издали, так это даже вообще как будто такой, знаете, легкая пыльца на тычинках. Блестящая, красивая краска. Цвет такой горчичный, красивый. Немножко выглядят эти зеленые листики. Потрясающе красивые. Не знаю, я их так люблю. Вот эти цветные броши, вот эти цветы большие, металлические. Они всегда такие яркие и очень, ну, такие, знаете, как будто бы... Да, здесь есть немножко, видите, краска, сход краски здесь. Тоже, может быть, можно подкрасить каким-нибудь цветным фломастером. Но это не страшно, честно говоря, совсем не страшно. Люблю вот эти вот броши, просто не могу. Люблю, не могу, потому что они всегда очень яркие, праздничные, нарядные, такие красивые, которые, ну, просто радуют. Радуют, всегда радуют глаз. Так, давайте посмотрим вот на эти бусы. Чего я их купила, не знаю, потому что это совершеннейший пластик, но они невероятно красивые. Не знаю, стоили они 5 долларов. Оценили их дорого, как будто это какой-то камень. Выглядят они как будто бы каменные, но это никакой не камень, это пластик. Это видно, это чувствуется. Они довольно короткие, значит, маркировок никаких нету. Скорее всего, что они современные, ну, или не очень старенькие. Что здесь? Ничего. Может быть, что-то было, что-то висело, какой-то значок, но он отвалился. Вы знаете, пластик, но так красиво сделаны эти бусины. Посмотрите, надо бы их помыть. Ну, видите, я ничего не мыла еще пока у меня еще с этикетками. Если их помыть, оно вообще заблестит. Эх, не взяла я салфетку, опять забыла. Они очень пыльные. Не взяла я салфетку свою мокрую, чтобы протирать их. Ну, посмотрите, очень красивые бусины. Пластиковые, но очень красивые. Особенно вот эти вот с металлическим таким обрамлением. Что-то, не знаю, рука потянулась, они мне очень понравились. Мне кажется, они будут очень красивы на шее. Я их, конечно, вам примерю. И вы все сами увидите. Посмотрите, как красиво они переливаются, блестят. Сорока я, сорока не удержалась и взяла их с собой домой. Вот этот браслет вы наверняка помните. Я его вам показывала еще в магазине. Стоил он 6 долларов. Не нашла по нему ничего. Удивительно, потому что мне кажется, что он какой-то непростой. Во-первых, потому что у него есть страховочная цепочка и довольно такая, знаете, крепкая застежка, которая редко встречается в вещах недорогих. Как правило, такие браслеты делают. Ну, вообще, вся вот эта вот здесь пружина. Как бы это браслет не из дешевых, не из простых. Хорошо так застегивается. Сказала я, да, вот. И страховочная цепочка. Все цело, все на месте. Очень интересный браслет. Посмотрите, какой он. Брашированная поверхность. И вот такие вот какие-то наросты, я бы сказала. Блестящие металлические. Интересной формы. Очень мне интересно, какого он происхождения. Сейчас я его закрою. Мне надо для этого вот здесь его. Очень, кстати, удобно закрывается. И он небольшой мне. У меня обычные браслеты, многие большие. Но я хочу сказать вам, что браслеты, которые я покупаю старенькие в секонд-хенде, они мне обычно невелики. Мне браслеты современные. Вот если я иду в магазин и примеряю браслеты современные, они обычно мне велики. У меня, видите, какая рука? Ну, как у цыпленка. Куриная лапка. И обычно мне все браслеты велики. Я, если покупаю, мне надо уменьшать. А вот старые винтажные, ну, не очень современные, скажем так, изделия, они мне обычно как раз. Видимо, тогда были другие стандарты. Руки были поменьше, поуже. Не знаю. Ну, в общем, как бы старенькие браслеты мне обычно подходят, как правило, за редким исключением. Прямо за редким исключением они мне велики. Обычно я всегда их на себя могу надеть, они с меня не падают. Раз пошла у нас браслетная тема, то я вам вот продемонстрирую. Такой браслет, который стоил 4 доллара. Совершенно явно винтажного фасона, явно винтажного происхождения. К сожалению, маркировок я не нашла на нем никаких. Давайте еще раз с вами посмотрим. Вот он прям маленький, совсем малюсенький. Сейчас я вам померю его. Вот эти вставки, я думаю, что это... Это не пластик, это термосет, наверное, да, девочки? Очень красивого такого... Я думала, что у меня есть к нему какое-то оживление. У меня есть похожее, которое я вам показывала недавно в одной из своих распаковок. Такого ярко-желтого цвета. Похожие цветы, похожие вставки, но не такое. Поэтому мне показалось, что у меня что-то подобное есть, но я что-то ничего не нашла. Хотя браслет сам по себе очень... Ну вот, красивый. Есть в нем что-то такое, знаете, какой-то медово-янтарный цвет. Потрясающе. Сейчас я вам его примерю. Видите, как он плотно у меня на руке сидит? Прямо плотно-плотно. Меня просто... Я знаю, потому что я, когда покупала, допустим, браслеты в Пандоре, там есть размеры. Там есть размеры браслетов. Я всегда покупала самый маленький себе. Поэтому я знаю, что на мою руку... Если он как бы на мою руку плотно сидит, то он как бы очень маленького размера. И это прям даже действительно видно. Но при этом он очень симпатичный. Вот такой милейший браслет. Сегодня у нас много браслетов. Это уже второй. И сейчас у нас будет третий. Третий браслет. Маркированный. За 5 долларов. По-моему, это Кора. Сейчас мы с вами посмотрим. Очень тоже красивый. И тоже, кстати, обратите внимание, какой он маленький. Сейчас я их, кстати, приложу с этим. И вы увидите, что они от знакового размера. Потому что тогда браслеты делались небольшие. Так, где у нас маркировка? Маркировка вот здесь, Кора. И вы знаете, в одном из моих предыдущих показов я вам показывала ожерелья. Мне показалось, что они из одной серии. Но нет. Я вот когда принесла домой, я думала, что у меня, может быть, что-то есть похожее. Надо мне поискать. Если я... Ой, видите, я вам показывала. Вы не видите. У меня много похожих ожерельей. Давайте я попробую найти сейчас точно такой. Вот это из недавнего показа. Оно очень похоже, но не совсем то. Посмотрите. Видите, как они подходят? Они подходят, но это не комплект. Это не то же самое. Я сейчас попробую поискать. Прервусь в записи и попробую поискать. Но я вам хочу показать тоже, какого он размера. Он чуть побольше этого браслета. Предыдущего. Но он тоже довольно маленький. Видите, как он прям с трудом... С трудом, с трудом. Ну, он не плотно облегает, но он довольно небольшой. То есть он даже близко с меня не упадет. Обычно браслеты с меня падают. Давайте их приложим вместе и посмотрим по длине. Видите, можно сказать, что этот чуть-чуть больше. Потому что здесь вот эта вот застежка вот на этом уровне, а здесь так на этом вот давайте положим. Вот он чуть-чуть на ползвена он побольше, чем вот этот. В общем, искала-искала колье. Такое же, но не нашла, девочки. Перерыла все, все свои закрома. У меня очень много похожих разных, всяких. Такого типа. Ну, вот таких вот. Они все вроде бы как-то между собой перекликаются. Но на самом деле это не то же самое. Вот мне почему-то казалось, что у меня было точно такое же. Но нет, ничего я не нашла колье. Может быть, я найду такие клипсы. Не знаю, искала колье, пока клипсы не смотрела. Но не нашла. Мне почему-то казалось, что было такое. У меня это кора. Да, в общем, много всего похожего. Но вот именно такого точно, такого конкретно не нашлось. К сожалению, вообще пересматривала свои. Вот пока искала, ковыряла в своих запасах, закромах. Боже мой, у меня еще столько всего красивого. Вы знаете, я как-то старая покупаю и сразу вам показываю. Но у меня еще есть какие-то запасы старые, которые я вам не показывала. И там у меня тоже такие сокровища вообще. Надо ускориться мне в моих показах, в темпе показов. Потому что у меня еще очень-очень всего много. Наверное, когда в наших магазинах закончатся совсем красивые, интересные вещи, по-моему, дело к этому идет, тогда я вам начну показывать то, что я покупала когда-то раньше. Вы знаете, вот еще хочу вам по этому показать. Вот такой брошь. То есть не поэтому, потому что я ее тоже купила тогда. Она немножко гнутая, ее немножко надо бы починить. Видите, значит, тоже находила ее в интернете. Это, по-моему, даже брошь, даже не винтажная, а даже где-то уже немножко антикварная. Стоила она 5 долларов. У нее такая вот игла и крючок. В общем, все говорит о том, что это антиквариат. Ну, более или менее. Сейчас, мне кажется, это возможно. Я ошибаюсь. Цирковые. Сейчас. Так, давайте рассматривать ее. Она очень интересно сделана. Вот такой вот крючок. Где-то я даже прочитала, что, по-моему, это ручная работа. Вот из этих проволочек. Ой, не могу ее застегнуть. Ну, в общем, плохо вижу. Ой, не туда пихаю, не с той стороны. Простите. Ручная работа, смотанная вот из таких вот проволочек. Длинная такая игла, крючок. И она вся... Вот это вот, видите, вот этот вот лучик, как бы его надо немножко отогнуть. Он загнулся, потому что он где-то должен быть между этим и этим. А он погнулся. В общем, такие интересные звездочки, в каждом из которых разного цвета кристаллики. Очень старенькая брошечка. Прикольненькая. Но ее бы надо бы немножко вот подогнуть. Вот эту вот среднюю, среднюю вот эту штуку. Она как-то загнулась. Займусь этим. Вот такая интересная. Конечно, тоже у тебя есть маркировок. Но очень-очень интересная вещь. Судя по всему, очень-очень старенькая. И последняя брошь, которую, на удивление, оценили очень дешево, в 3 доллара. Потому что это брошь компании 1928. Как вы видите на обратной стороне вот этот вот их рисунок. Я тоже почему-то думаю, что она старая. Опять же, смотрите, какая игла. Длинная, толстая игла. Это обо многом говорит. Вот, видите, 1928. Обычно маркируют свои броши и вообще свои изделия вот таким вот узорами на задней стороне. Здесь нету штампа. Вернее, у них есть, когда это какое-то калей или ожерелье. У них бывает шилтик такой висит 1928. А вот часто они вот так вот маркируют свои изделия. Очень посмотрите, какая красавица. Все камушки на месте, как ни странно. И потому что эти мелкие жемчужины, ух, они имеют тенденцию вываливаться. Брошь под викторианские времена. Такая, по-моему, мне так кажется, викторианского стиля. Очень красивая, нежная, тонкая. Замечательно сделана. Блестит, переливается, сверкает. Невероятная красотка. Ну что ж, друзья мои, вот такой у нас сегодня был показ. Вот такие украшения. Я надеюсь, что вам понравилось, было интересно. Были вещи не очень уж такие сильно маркированные, старинные. Но были интересные находки. А на сегодня все. Я очень надеюсь, что те, кто у меня впервые со мной останутся. Те, кто со мной уже не впервые. Я очень надеюсь на ваши комментарии, ваше мнение. И что вы напишите мне все, что вы думаете о моих находках сегодняшних. А с вами была Дита. Всем привет из Канады. Всем пока. Бай-бай.